Всем привет! Сегодня выдался солнечный день и думаю самое время разобраться с солнечным трекером. То есть устройство, которое следит за перемещением солнца и в зависимости от этого поворачивает нашу солнечную панель, чтобы эффективность солнца была высокой. Сейчас середина мая, 12.40 и как видите солнце не высоко над горизонтом. То есть довольно хорошие условия для того, чтобы проверить идею трекера. Поскольку солнечную энергию в быту я не применяю только для игрушек или скажем так, для экспериментов, то трекер двигающий большую солнечную панель мне не нужен и мы сконструируем небольшой макет или как говорят у меня в деревне proof of concept. То есть проверим саму идею и возможности трекера. Изначально я лепил два фотодиода с перегородкой, чтобы они там срабатывали, а потом оказалось, что китайцы уже все придумали за нас. Купил на Алиэкспрессе вот такую вот штуку, как видите здесь есть два уже светодиода и перегородка. То есть ничего нового городить нам не надо, еще у этой конструкции есть вот такая крышечка, такой рассеиватель и защита от осадков. И этот фотодатчик с Алиэкспресс пришел вот с таким вот контроллером. Небольшая микросхема это управление мотором, а большая это не знаю что, китайцы засекретили и залили ее таким компаундом. Отдельно заказал вот такой вот редукторный двигатель и скорость вращения у него 5 оборотов в минуту. Чем медленнее крутится этот двигатель, тем лучше он будет позиционировать нашу панель. И в качестве панели солнечной, которую мы будем вращать, я использую вот такую панельку. Это абсолютно неэффективная панель, практически ничего она хорошего не дает. Но куплена она была давным-давно, просто в магазине, еще до тех пор, когда китайцы придумали Алиэкспресс. Но в любом случае какое-то напряжение она дает, и этим напряжением мы будем заряжать источник питания, который будет питать наш двигатель. То есть будет такая замкнутая система, но рассчитывать на большой ток мы не можем. Сейчас мы проверим, работает вся система это или нет. Не думаю, что я могу что-то посоветовать для поворота 6-киловаттных панелей на крыше, но в условиях, скажем, кемпинга, почему бы нет. Но поскольку буду делать макет, буду использовать подрустные материалы. Может быть кто-то помнит такую коробочку или нет. Это был раньше дисковод для маленьких дискет, все потроха я выбросил, а железяка хорошая для того, чтобы сделать основание для нашей конструкции. И вот какую-то рамку я нашел, как раз из нее сделаем ось, на которой будет вращаться эта наша панель. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, крепеж готов. Пока эпоксидка сохнет, давайте займемся основанием. Редукторный мотор надо прицепить таким образом, чтобы панель была немножко под углом. Под каким углом? Это зависит от вашей широты местности. В моем случае это будет 37 градусов, а в вашем случае уже считайте сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Ну вот такая выходит конструкция. Немножко она непрезентабельная. В принципе, это только макет. Ну и есть у меня вот такой вот пауэрбанк. Мы с вами делали его на трех элементах 18650. Я его просто сюда прилеплю. То есть от USB этой панели мы будем заряжать батарейки. И от батареек будем питать мотор. Ну давайте все заберем воедино. Но сначала я забыл, надо приклеить тут еще одну такую фиговинку, чтобы к ней прицепить уже фотодатчик. Прицеплю резиновым клеем, чтобы быстро высохло. Пока мы тут паяем, надеюсь, клей уже высох. Что касается схемы подключения, то тут все просто. Нам к этому контроллеру, точнее правильно называется драйверу, нужно с одной стороны подключить фотодатчик, с другой стороны двигатель. И все, по идее, должно заработать. И на страничке у продавца на Алиэкспрессе есть две схемы. Одна подключение вот такого мотора простого, а другая, если вы хотите подключить мощный мотор через реле. А теперь припаяем сюда и сам фотодатчик. Белыми проводами круглому контакту, а цветными квадратно. Ну а для подключения павербанка придется пожертвовать одним USB-проводком. Ну, вроде все собрано. Давайте проверим, скажем так, момент истины. Солнце пока еще не село. Проверим. Подключаем, чтобы заряжалось. И втыкаем питание. О! Пошло крутиться. Ну, смотрит прямо на солнце, ориентируется. Ну, что тут сказать? Работает. Все следит за солнцем. Вот солнце там. Поворачиваю. Сюда. Можно в поход взять и идти, она будет следить за солнцем. Я думаю, результат тестов можно считать удачным. Система работает. Единственное, что ориентирует он не совсем правильно, а градусов 10 влево. Я думаю, что просто нужно датчик, этот фотодатчик подогнуть и будет все нормально. Но суть в том, что все работает. Что касается не модели, а большой системы. Как это вращать на крыше, честно говоря, я пока не придумаю. Это нужна большая серьезная система, большой мотор. Но, как мы видим, с помощью реле можно управлять большим мотором. Что касается для кемпинга и более-менее передвижного стационарного устройства, то в этом случае я бы воспользовался системой, которая поворачивает небольшую спутниковую тарелку. Спутниковая тарелка точно так же ориентируется на север, в моем случае, на юг, в вашем случае, наверное. У нее уже есть хороший подвес, который регулирует у нее угол в зависимости от вашей широты. При этом можно легко подкручивать, если у вас зима, лето. 15 градусов туда, 15 градусов сюда. Кроме того, у тарелок, которые настроены на несколько спутников, есть система, которая ее двигает вдоль горизонта. Эта же система будет работать великолепной солнечной панелью. И в случае кемпера или небольшого кемпинга, когда вы приехали просто на машине, я думаю, система такая будет вполне себя оправдана. Редуктор у мотора должен, как я сказал, уже быть очень медленный. В моем случае это 5 оборотов в минуту. Я думаю, что даже 2 оборота в минуту было бы нормально. Но поскольку передаточное число у редуктора будет очень высокое, это говорит о том, что затрат на вращение электродвигателя не должно быть много, причем ее чуть-чуть подвинуть. Несколько секунд двигатель поработал и остановился опять. А эффективность панели в этом случае будет очень сильно возрастать. Но если вы заряжаете в течение часа, то эффективности может никакой, поскольку солнце не так много сдвинулось. А если это система, которая заряжает у вас день, то почему бы не применять такую систему. А на этом все. Увидимся в следующий раз.